Я хочу вам сказать, что наш семинар не по семейной теме, а образ жены в свете священного писания. Вот у нас тема. Потому что, конечно, семейная тема очень большая. Тут нужно много граней рассматривать. И взаимоотношения супругов с их родителями – важная очень вещь. И взаимоотношения супругов с их детьми – тоже очень важная вещь. И образ мужа в свете писания – тоже очень важная вещь. Поэтому, может быть, некоторые сестры на меня как-то чуть-чуть обиделись. Говорят, а что это? Все жена, жена, жена. А муж-то как? А муж-то что? Муж – это отдельная тема. Это очень большая тема. И еще, конечно, драгоценное. Я вам хочу сказать, я хочу принести со своей стороны извинения. Я, наверное, не очень четко выразился. Когда на прошлом семинаре я затронул тему лишнего веса и полноты, я имел в виду только свою жену. Я сказал, что я хотел бы, чтобы она была вот такой-такой. Все мужчины разные и вкусы разные. Если кого-то обидел, пожалуйста, простите меня. Будьте такой, какой вас хочет видеть ваш муж, ваш супруг. Я сказал чисто про свое и про свою жену. Это не касается никого другого. А мой же муж говорит, чем больше хорошего человека, тем лучше. Слава Господу. Вы счастливы? Пускай у вас будет обоих как можно больше. Вот. Я ничего против этого не имею. Чисто мое отношение. Поэтому, если кого-то задел, пожалуйста, простите. Не со злобы, по недомыслию какому-то сказану я это. Не подумавший, не четко. Простите, пожалуйста. И вот несколько вопросов пришло. Я хочу ответить три вопроса, очень хороших вопросов. Были еще вопросы, но я не буду отвечать на этом семинаре вообще на все вопросы библейские. Я только именно в теме, даже не просто семейной, а только в теме образ жены. Вот эти вопросы. Вот несколько хороших вопросов. Я хочу вначале, как я обещал в прошлый раз, дать ответ. Первый вопрос такой. Вы сказали, что мужчина создан или призван господствовать над женой на основании местописания Бытие 3.16. Но ведь Бог сказал, и он будет господствовать над тобой в свете проклятия после грехопадения. Получается, что это проклятие, а не Божий замысел в оригинале. Поясните, пожалуйста. Вот не хочется мужу никак подчиняться, вот не хочется. И думаешь, ну это же проклятие, мы же не под проклятием, значит и не под подчинением. Здесь имеется в виду, я прочитаю это местописание. Я прочитаю это местописание. Это Бытие 3 глава, 16 стих. Ну там на самом деле написано, и он будет господствовать над тобою. Но когда я говорил о том, что муж имеет власть над женой, но я же не только на это местописание ссылался. Более того, если мы с вами откроем 1 Коринфянам, 11 глава, и прочитаем с вами с 8 стиха. Здесь как раз апостол Павел вспоминает вот то событие в Эдемском саду. И вообще историю первой семьи. 11 глава, 8 стих. «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему в лечение твое. И он будет господствовать над тобою, ибо нет, не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов. Вопрос, не муж, впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Видите, здесь Павел вспоминает не грехопадение, а вспоминает еще сотворение человека. И он здесь говорит, что с одной стороны, в Бытие 3.16, «Жене сказал, умножая скорбь твою, и в беременности твоей, и в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему в лечение твое». Это вроде бы сказано после уже грехопадения. А Павел вспоминает, 8 стих, «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа». И мы помним, что Бог сотворил жену как помощника для мужа. Поэтому он говорит, не муж помощник для жены, а жена для мужа. Посему, я сейчас не буду брать вопрос платков и культуру коринфа в того времени, что там означали платки, но сам принцип, да? Сам принцип. Жена должна иметь на голове свой знак власти над нею. То есть некий знак власти. Чьи власти? Конечно, власти мужа. И в 11 стихе, «Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа, в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Я прочитаю вот эти два стиха в современном переводе. В современном переводе вот это вот так звучит. «Впрочем, в новой жизни с Господом, как женщина, ничего не значит без мужчины, так и мужчина без женщины. Потому что хотя женщина произошла от мужчины, но мужчина рождается от женщины, а все происходит от Бога». То есть Павел показывает, что с одной стороны, мы пред Богом все цены. Библия не уничижает женщину. Не говорит, что женщина какая-то не такая, она хуже, она какая-то неправильная, она какая-то не человек даже. некоторые там пытаются что-то утверждать всякие глупости, что она типа уже и не человек даже. Нет, конечно, перед Богом и муж, и жена равны. Но в плане отношений Павел показывает от начала, не от грехопадения даже, а от сотворения. Не муж от жены, но жена от мужа. И не муж для жены, но жена для мужа. Посему должна иметь знак власти, власти над нею. И много есть места, я просто несколько приведу место из Писания. 1 Тимофея 2 глава 11 стих. «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю ни властвовать над мужем». Жене не позволено, что властвовать над мужем. Тут уже идет речь не о проклятиях, не о грехопадениях, а идет речь о христианской семье. И здесь Павел говорит, что не унижая женщин, но в семье жена не должна, он не позволял, что делать? Властвовать над мужем. В Титу 2 глава, с 1 стиха Павел также говорит, «Ты же говоришь, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, чтобы старицы так же одевались прилично святым, не были клеветницы». И вот 4 стих. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье». И здесь тоже Павел говорит, что жены должны быть, и старицы должны учить молодые жен быть покорными своим мужьям, чистыми, попечительными о доме. В послании к Ефесинам, 5 глава, 22 стих, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела». «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Тоже это слова апостола, обращенные к верующим, к христианским семьям, к христианским домам, что жены должны повиноваться, повиноваться во всем. Ну и апостол Петр, первое послание Петра, 3 глава, также вот прочитаю первый стих, «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих, без Слова, приобретаемы были». Да? Покорять, повинуйтесь своим мужьям, повинуйтесь своим мужьям, потому что силы женщины и влияние женщины, а безусловно, женщина огромное влияние и в семейной жизни, и в доме своем, но когда оно вот такое идет в лобовую, что ли, такая лобовая атака, вот кто кого, нет, женческое влияние происходит, как показано здесь, через повиновение, когда жена на своем месте, она повинуется, она точно так же, она имеет некое влияние, имеет воздействие. И пятый стих, «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Поэтому, конечно, можно там много спекулировать о том, что вот там грехопадение было, проклятие было, Иисус нас избавил от проклятия, значит, теперь мы можем не повиноваться своим мужьям, не слушаться их, а делать каждый, что ему кажется правильным и кажется верным. И матриархат тоже очень хорошая система. Вот так можно думать, да, но когда мы читаем Священное Писание в наставлении к церкви, к христианским семям, мы видим, что здесь установлен все-таки божественный порядок, где муж является главой, это определенная власть, и это огромная ответственность. Второй вопрос тоже прочитаю. Тоже интересный очень вопрос задали. Вы сказали, что в браке мужчина призван раскрыть свои дары и таланты в полноте с мудрой женой, и что вне этого союза это было бы не так или менее эффективно. Почему тогда апостол Павел учил о том, что лучше оставаться безбрачными? Его основой было то, чтобы быть эффективными для служения Богу. Не нужно отягощать себя попечениями о плоти, которые неизбежно возрастают в браке, и жена или муж уже не Богу угождают, а друг другу. Поэтому лучше оставаться одинокими, как Он. Так где же истина? Давайте откроем это местописание. Тоже очень хороший вопрос. Очень хороший. Спасибо за такие хорошие вопросы. Вот. Смотрите. Первый коринфянам, седьмая глава. На самом деле, я согласен с автором этого вопроса, что это местописание довольно редко приводят, когда говорят вообще о теме семьи. Давайте его прочитаем. Это местописание. Первый коринфянам, седьмая глава. Можно прочитать седьмого стиха. Смотрите, апостол Павел говорит. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я. Но, если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Видите? Павел здесь говорит, что у каждого из нас есть свое дарование от Бога. То есть очень важно понимать, а к чему ты, ну, определенно, к чему ты призван. И вот он продолжает в этой главе эту тему, потому что не все могут воздерживаться, да, не все. 17 стих. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь, призвал». То есть у каждого из нас есть свое определенное призвание, ну, или, как Павел здесь говорит, определение, да? «Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый, оставаясь в том звании, в котором призван». То есть он опять продолжает, что у каждого из нас есть свое дарование от Бога. Он продолжает определение свое, призвание свое. И вот 24 стих. «В каком звании кто призван, братья, в том каждый, и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления от Господа». То есть это никакое не повеление Божие, это никакая не заповедь. Вот надо так, а иначе это грех. Он говорит, это Павел говорит, «Я, говорит, даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Так, соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь, вот то, о чем в записке говорилось, вот эти слова, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так как имеющие жен должны быть как не имеющие, плачущие как не плачущие, радующиеся как не радующиеся, покупающие как не приобретающие, пользуешься миром с ним как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. И тут прежде всего важно понять, да, Павел говорит о том, что есть у нас разные свои дары, разные призвания. И я думаю, что нетрудно догадаться, что люди, которые могут всю жизнь прожить одни, они не нуждаются в своей второй половине, не нуждаются в партнере, не нуждаются в супруге или в супруге, да, не нуждаются в этом. Таких людей, естественно, в нашем обществе, ну, прямо скажем, меньшинство, да, такие, безусловно, есть. Вот почему очень важно не навязывать семейную жизнь абсолютно без разбора всем. Такое же, что все должны жениться. Да нет, не все должны жениться, не все. Есть люди, как вот апостол Павел про себя говорит, он мог спокойно жить, и он был в этом в определенной мере счастлив, да. И когда кому-то там навязывается, когда в обществе обычно навязывается, типа, ну, особенно к девушкам, когда ты выйдешь замуж, ну, давай уже, часики идут, время, давай, 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 они приходят в церковь, и в церкви то же самое говорится. Хотя есть такие люди, да, и этот человек сам решает для себя. Не мы решаем, кто есть кто. Человек сам понимает, к чему у него есть дарование, да. Есть люди, которые чувствуют дарование, призвание, они полноценно живут, да, и они все свои силы там тратят на служение, на еще что-то. Такие люди есть. Но таких людей, безусловно, ну, меньшинство все-таки в нашем обществе, большинство не могут без совместной жизни, да, не могут без этого, да. И апостол Павел и показывает здесь, да, что это не Божье повеление, а его мнение, а его личное мнение, на которое имел право. И это естественно, что Павел, конечно, так свое мнение немножко так приподнимает, потому что, ну, нам всегда кажется, вот именно так, как, в чем наш дар, это вот самый лучший дар, вот самый лучший дар. Вот у кого там дар учителя, он говорит, вот, без учителей учим плохо, учитель чуть ли не самый главный, церковь не научишь, какой толк. Там пастор говорит, самый главный это пастор, потому что там, чем бы учитель не научил, люди разбредутся без мудрого пастора, да. Евангелист говорит, а без моего дара как? Это самый важный дар, если бы мне было моего дара, откуда как бы люди приходили, нужно же доносить до них благую весть. То есть каждый так или иначе делает акцент именно на собственном даре. Поскольку у апостола Павла был этот дар, быть безбрачными, он полноценно служил, то, конечно же, он как бы на это ставил какой-то определенный акцент. Но это никак не противоречит тому, о чем мы говорили. Библейский принцип, да, один прогоняют тысячу, двое прогоняют десять тысяч. То есть происходит с энергией, да, приумножение сил, приумножение эффективности. То, что человек может сделать вместе, это больше, чем каждый из них могут сделать по отдельности, даже если это суммировать. Понимаете? Вот о чем мы с вами говорили. Это никак этому не противоречит. Это говорит о том, что да, мы есть разные. Вот почему очень важно не только изучать Священное Писание, но иметь еще Духа Святого, чтобы понимать, а я где вот среди этих стихов. Потому что к одной и той же ситуации можно применить либо одно местописание, либо другое местописание. Что именно в данной ситуации, какое место правильное, или в отношении данного человека, вот это уже индивидуальная работа Духа Святого. Поэтому важно иметь Слово истины, и важно иметь Духа истины, который наставит нас на всякую истину. Мы к чему относимся? Поэтому да, у каждого свое призвание. Люди есть призванные, которые, да, могут служить и одни. Да, есть такое, есть такое. Но этих людей, так или иначе, мы видим меньшинство. Ну и, конечно, тут мы видим, что у апостола Павла очень было такое сильное эсхатологическое ожидание, что вот Иисус вот-вот придет. Такие настроения периодически бывают в церкви. Поэтому что тратить силы на ухаживание, на подарочки, на цветочные какие-то букетные периоды. Иисус со дня на день придет, Господу нужно служить. Я когда сам уверовал во Христа, это был 89-й год, я как раз перешел на второй курс университета у нас в Екатеринбурге. Вот я уверовал, оказался в общине нерегистрированных подпольных пятидесятников, уверовал в них, да, которые говорили, что Виктор, все идет к тому, что Иисус скоро придет, поэтому времени на ерунду у нас нет. И в принципе, какой смысл учиться, потому что Иисус может придет, ты диплом не успеешь получить. Это откровение очень упало на добрую почву моей лени, и я подумал, а на самом деле Иисус придет, и я тут ерундой занимался. Ну и я оставил, после третьего курса оставил университет. В тот раз, вот, короче, не доучился я, в тот раз не доучился я. То есть, эсхатологические настроения, бывает, так сильно нахлестывают, что... Ну, в общем, Павел такой же был. Вот, тоже вот он, вот, он уже говорит, что имеющий жену, как не имеющий. То есть, уже хватит уже вам, давайте уже, все, Иисус, вот, 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 да. Ну, уже две тысячи лет, все, как не имеющий, да, все ждем, все вот со дня на день. Хорошо, вот. Ну и третий вопрос тоже очень хороший по теме. Получается, что между мной и Богом встает мой муж, когда я выхожу за него замуж. Вот там, конечно, имеется в виду местописание, когда мужу глава Христос, жене глава муж, да. Я сегодня его открою, и когда мы его будем читать, я на этот вопрос чуть-чуть позже дам ответ. А теперь давайте перейдем к первому посланию к Олимпфинам, но откроем уже вторую главу. Мы брали там седьмую главу, одиннадцатую, сейчас откроем вторую главу. И вот посмотрите. Я прочитаю в современном переводе это местоописание, а вы можете следить уже по синодальному тексту. Первая Коринфян, вторая глава, девятый стих. Но, как сказано в Писании, того не видел глаз и ухон не слыхало, того вообразить не может сердце человека, что приготовил Бог для любящих его. А нам Бог открыл эту мудрость своим духом, потому что дух исследует все, даже бездны самого божества. Кто из людей может познать помыслы человека, а не познается лишь духом человеческим, который заключен в человеке, так и помыслы Бога может знать только дух Божий. А мы получили не духа этого мира, а духа от Бога, чтобы познать то, что нам даровано Богом. И мы возвещаем это не словами, которыми научила нас человеческая мудрость, а словами, которыми научил нас дух. Мы духовное объясняем людям духовным. Природный человек, у нас там сделан в переводе душевный человек. Я смотрел в разных переводах, в одном современном переводе написано недуховный человек. Вот здесь природный человек. Не принимает того, что исходит от духа. Ведь для него это глупость. И он не способен это познать, потому что об этом можно судить с помощью духа. А духовный человек судит обо всем, но о нем судить никто не может. Потому что, как сказано в Писании, кто познал разум Господа и мог дать ему совет, а у нас разум Христа. И вот посмотрите, Павел здесь показывает, что недуховные люди, то есть люди природные, душевные, которые ориентируются больше, вот мое мнение, а вот мой опыт, да? Потому что они не воспринимают истину. Потому что истина, чаще всего, она противоречит многим вещам, которые мы там себе напридумывали. Поэтому, по сути, всегда, когда мы слышим божественное слово, это некий вызов. Трудно его принять, не хочется его принять. И люди даже это почитают за глупость. Люди это почитают за глупость. Вот слышишь, например, думаешь, ой, какие старые вещи, какие старые вещи. Тут что-то патриархальная семья, что-то муж-глава. Ну, это было хорошо, может, когда-то давным-давно. Но сейчас человечество уже далеко ушло вперед. Как сейчас человечество, сейчас уже есть феминизм, эмансипация. Как сейчас женщины, они не уступают мужчинам ни в чем. Вот и к чему вообще вот эти древности? Как сейчас все иначе? Я согласен, сейчас в массе своей люди живут иначе. Но, как говорил Иисус, по плодам их узнаете их. Какие плоды современного феминизма, эмансипации? Тем, что около 80% семей, браков заканчиваются, чем разводом. Вот эти результаты. То есть можно, конечно, в принципе, ну, 2 из 10, это сколько получается? Это 20% получается? 20%? Ну, еще не факт, что эти двое, которые не развелись, еще счастливо живут. Тоже это важно понять, да? Поэтому, ну, вот 20%, если, ну, можно жить по-современному. Можно жить по-современному. Но мы видим, что в современном обществе какое огромное количество разводов. Вот в современном западном обществе. Вот к этому все идет. Или все-таки вернуться к тому, что говорило Слово Божье. Я сам долгое время, вот я вам скажу, я ведь, ну, вы помните, я долгое время тему семьи вообще не брал. Почему? Ну, потому что сам вот думаю, какие-то изменения в обществе, что-то вот изменения. И очень важно отделить вот истину Писания от каких-то культурных наслоений. Потому что культура меняется, истина неизменна. И вот понять бы, где в Библии там какие-то культурные особенности, а где библейская истина показана. И в конце концов я понял, что вот есть некая модель, которая показана в Библии. И Бог говорит, что вот именно такая модель, она будет благословенной. И неважно там, кому-то кажется устарелой, кому-то кажется это неактуальной. Мы имеем выбор. Каждый из нас имеет выбор. Но только за этот выбор мы сами будем нести потом ответственность за то, что мы решили, за то, что мы выбрали. Поэтому, драгоценное, когда мы что-то слышим библейское, даже если нам кажется это странным, устаревшим, нельзя никогда торопиться с решениями. Нужно послушать, нужно посмотреть. Потому что, да, люди недуховные, природные, душевные, они это не воспринимают. Более того, когда душевный человек, природный человек, или как в другом переводе, недуховный человек, слышит, и даже если он верующий, и он не может сказать, что это неправильно, потому что это Библия, как-то это авторитет, он не может противиться Библии. Но человек недуховный, человек душевный, даже когда он слышит и соглашается с какими-то вещами, все равно его душевность, его природность, даже духовную истину, он не может ею правильно воспользоваться. С одной стороны, он отвергает глупость, не принимает, устарела церковь, христианство, все это встарье. С другой стороны, если он сам христианин, но при этом остается душевным, природным, недуховным человеком, он вроде бы это принимает, но правильно применить этот человек никогда не может. И он берет библейские истины, вот эти душевные люди, душевные христиане, они берут библейские истины, но применяют их ужасно. Например, в Библии, конечно, есть много удивительных истин, да? Например, библейский закон «Сеяние и жатвы». Удивительно, да? Но когда душевные, недуховные люди это принимают, они используют это для чего? Для манипуляции. Для того, чтобы, вот давайте мне деньги теперь, и Бог вас благословит в столько раз. То есть они пытаются даже из библейской истины сделать некую финансовую пирамиду. Правда же? Делают некую финансовую пирамиду. Или когда душевный человек слышит что-нибудь о семье, да? Он слышит о семье что-нибудь, и он это часто воспринимает не для себя, не как мне надо измениться, а вот пастор сказал тебе, такое должна быть, вот такое, вот такое, такое должна быть, да? То есть мы принимаем откровения, но принимаем откровения для других. Мы не принимаем для себя, потому что, ну мы-то красавчики в своих глазах, правда же? Это типичная картина душевного, природного человека. Все неправы, один я прав. Все не в ногу, один я в ногу. Поэтому, когда мы слышим Божье Слово, мы должны прежде всего, в чем духовность? Прежде всего, оно нас меняет, и оно нас, это Слово, нас преображает. Вот в этом духовный подход. А иначе это какая-то ерунда. Кому-то кажется устаревшим, кому-то кажется, что это хорошо, но вот не для него, а вот для нее, или там еще для какой-то семьи, которую мы знаешь, но как бы мы, мы сами, мы сами не такие, да? И поэтому душевный человек, душевный христианин, он даже, когда берет истинные библейские о семье, то он это использует как укор для своего партнера, для своего супруга или супруги. Вот как он это воспринимает. Поэтому, для того, чтобы был добрый плод, необходимо две вещи. Необходимо, во-первых, доброе семя, и необходимо, во-вторых, добрая почва, как из притчи, да? Если семя правильное, семя истины, это очень важно. Библейская истина очень важна. Но никакого плода от этой библейской истины не будет, если у нас не будет доброй почвы. Мы должны быть так же готовы воспринимать это в свою жизнь, принимать и менять. Если чего-то не будет, будет добрая почва, но будет там какое-то семя сорняков, доброго плода не будет. Или будет доброе семя, но почва недобрая, тоже доброго плода не будет. Там нужно как одно, так и второе. Как одно, так и второе. И когда мы об этом говорим, то мы должны понять, что Бог это сделал не для того, чтобы как-то побороться с нами, или что-то с нами подоказывать. Бог это нам говорит для того, чтобы мы были с вами счастливы и мы были с вами благословенные. Он это не со зла нам говорит, не чтобы нашу жизнь усложнить как-то, сделать нас какими-то дремучими, там какими-то домостроевскими или еще какими-то. Бог это говорит для того, чтобы мы были благословенные и мы были счастливы. Поэтому очень важно, когда мы слушаем это, какие мотивы нашего сердца. Очень важно. И вот мы переходим с вами к 11 главе первого послания Коринфянам. Сегодня как-то много этого послания открываем. И прочитаем еще раз. Вот как раз вопрос был на, третий вопрос был на эту тему, на тему этого местописания. Хочу также, чтобы вы знали, третий стих, пишет апостол Павел, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть, видите, вот некая схема, которую рисует апостол, да? Бог, когда мы говорим про нашего небесного Отца, Христос. под главой Небесного Отца, муж под главой Христа и жена, которая находится под главой мужа. Вот схема, которую нам показывает апостол. То есть, смотрите, как призвание мужа, призвание мужчины служить Богу Христу, как мы знаем, Христос, будучи Сыном Человеческим на земле, служил своему небесному Отцу, исполняя миссию спасителя, да? Спасителя мира, Агнца Божьего, который был заклонен от человечества. Так муж служит Христу, исполняя свою миссию, которую Бог дает для каждого верующего человека. Так и жена призвана служить своему мужу. То есть, здесь идет вопрос о служении. И всегда проблема, например, если жена служит своему мужу, а муж не служит Христу. Что начинается? Начинаются проблемы. Когда муж служит Христу, но жена не служит мужу, точно так же начинаются какие-то проблемы. И вот вопрос, а что между Богом и между женой? Муж, что ли, да? Муж, что ли, находится? На самом деле, безусловно, я хочу сказать, что между нами и Богом легко может оказаться наш супруг или наша супруга. Легко могут оказаться между нами и Богом. Как? Очень просто, смотрите. Петр пишет, я прочитаю это место, 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть, когда конфликты с женой, то может жена встать между мужем и Богом, и у него что, будут препятствия в молитвах. Так же и муж может оказаться между женой и Богом, тоже будут какие-то препятствия в молитвах. Поэтому важно понимать, что есть две стороны. С одной стороны, это творение и творец, человек и Бог. И в этой схеме человек и Бог нет ни мужского пола, ни женского. Мы, как дети Божьи, вселично общаемся с нашим Небесным Отцом. И это касается как мужчин, это касается так и женщин. В сфере духовной жизни мы нуждаемся в Боге. Как женщины, так и мужчины. Без всяких человеческих, земных священников и прочих посредников. Но, когда мы говорим о семье, да, в отношении семейной жизни, в отношении семейного уклада Бог ведет семью через мужа. Как и церковь Бог ведет через пастора, да? С одной стороны, мы все, что, между церковью и Богом, что ли, пастор находится? Нет. Лично мы с вами, каждый, хоть новообращенный, хоть вчера покаявшийся, может лично общаться с Небесным Отцом. Правда же? Поэтому Иисус учил нас молиться как? Отче наш. Он учил это всех. Мы обращаемся к Небесному Отцу. И в плане духовной жизни, конечно же, каждый общается лично с Богом. Как мужчины, так и женщины. В плане служения, в плане порядка, либо в Доме Божьем, в церкви, либо в домашнем доме, да? В домашнем доме, либо в семье нашей. Мы имеем определенный порядок. Церковь Бог ведет через своих служителей, через пасторов, да? Через тех, кого он призвал. Семью Бог ведет через мужа, как пасторя своей домашней церкви. Как пасторя своей семьи. И поэтому в плане служения, в плане функционала семьи, да, муж находится. Муж находится. А в плане духовной жизни, ни мужского пола, ни женского, мы все приходим к Небесному Отцу, как его дети. Женщины часто вот по своему неведению не понимают, понимают это. И они говорят, нет, вот я хочу, чтобы муж служил только мне. Муж служил только мне. И сколько примеров, когда мужья танцуют под дудочку своих жен, пытаются исполнить все их желания, все их хотелки, и дети, и дом, и работы, и обслуживать. Причем в обществе считают, вот настоящий мужчина, вот все для своей женщины, вот настоящий мужчина. И в конце концов такая женщина остается препятствием, такая жена препятствия для мужа в его служении, вот. Потому что когда муж пытается что-то для Бога делать, для призвания, для миссии, которую он ощущает внутри себя, жена такая говорит, а как же я обо мне что-то забыл, а я как же. И вот она пытается сделать себя центром своей жизни, но центром жизни семьи все-таки не жена, как бы ее муж не любил, а Господь, он является центром, и муж призван вести свою семью за Богом. Муж призван семьи, да? И поэтому, когда жена начинает ревновать мужа к Христу, или к Богу, или к вере, или к служению, то в итоге разваливаются отношения, потому что прежде всего муж призван служить Христу, двигаться в своем призвании. Для этого Бог сотворил жену, женщину, как помощницу, соответственную ему, как помощницу, соответственную ему. Это очень-очень важно. Потому что вот есть в Ветхом Завете одна история. Я вот, когда вспоминал ее, думал, стоит, не стоит о ней говорить, стоит, не стоит о ней говорить. Все-таки решил о ней рассказать вам, рассказать. Потому что я хочу, чтобы мы с вами посмотрели не совсем, может быть, традиционно на эту историю. Давайте вот откроем эту историю, потому что, чтобы не было каких-то ненужных, ненужной критики. Давайте 1-я царствия, 25-я глава. Это история про одну семью, Навал и Авегея. Навал и Авегея. Вот посмотрим на эту ситуацию. Только я прошу, давайте просто посмотрим на это, вот как на обычную ситуацию, возникшую между людьми. Поскольку в этой ситуации участвует Давид, а Давид для многих один из любимейших персонажей Ветхого Завета, сразу же мы на эту ситуацию смотрим через призму Давида. И мы не объективны. Но давайте вот посмотрим без Давида. Давид там есть, но не будем думать о нем как о пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушке Иисуса Христа, а посмотрим просто как на человека. И вот смотрите, 25-я глава, 1-я царств, 2-й стих. Был некто в Маоне, и имение его накормили. Человек очень богатый, у него было три тысячи овец и тысяча коз. И был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того – Навал. Имя жены его – Авегея. Эта женщина была весьма умна и красива лицом. А он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. Видите, семья очень богатого человека. То есть у него было свое пастбище накормили. Его овцы тысячами исчислялись. У него были наемные работники. По-нашему, очень преуспевающий бизнесмен. И как обычно, преуспевающий бизнесмен – человек такой, своеобразный. Крут нравом, скажем так. Радикальный, крут нравом. Четвертый стих. «И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих». Услышал. Что? Стрижка идет. То есть, что это означает? Там у бизнесмена прибыль появилась, говоря современным языком. «И послал Давид десять отроков и сказал Давид отрокам. Зайдите на кормил и подойдите к Навалу и поприветствуйте его от моего имени. И скажите так. Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами. Мы не обижали их. Ничего у них не пропало. Во все время их пребывания накормили. «Спроси слуг твоих, и они скажут тебе, и тогда найдут отроки благоволения в глазах твоих. Ибо в добрый день пришли мы, дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, кто такой Давид и кто такой сын Иесеев. Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они? И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим, опояшьтесь каждым мечом своим, и все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около четырехсот человек, а двести остались при обозе. Абигей уже жену Навала известил один из слуг, сказав, вот Давид прислал из пустыни послов поприветствовать нашего господина. Но он обошелся с ним грубо. Вот, смотрите, такая ситуация. Еще раз говорю, давайте смотреть на Давида не как для многих любимчика Ветхого Завета, а как просто на человека, у которого чудачество было, я думаю, больше, чем у всех у нас вместе взятых. И вот у бизнесмена прибыль, там стригут, там овец, там прибыль, да? И человек говорит, ну-ка, идите к нему и скажите, а мы тебя обижали? Нет. Мы тебе что-то плохо делали? Нет. Ты нормально работал? Мы тебе мешали? Нет, не мешали. Что-то там плохое делали, там как-то, может, это? Нет, ничего не делали. Ну, так плати. То есть, рекет, типичный рекетир, да? Вот, он к нему обратился. У тебя какие проблемы? Были проблемы, не было проблем? Ну, да, плати, извини. Он тогда еще и царем же еще не был, да? Ну, а какое отношение? Ну, да, не было проблем. А ты-то что? Ну, я же рядом был. Я же тебе плохо это не делал? Я же не делал тебе плохо. Может, там, с пистолетом тебе там что-то? Нет, не делал. Да, все нормально было, все хорошо было. Ну, так плати, да? То есть, он типично поступал так вот. Конечно же, ну, понимаете, когда тебе что-то... К тому же он просит его, да? Когда тебя просят, ты можешь сказать «да», а можешь сказать «нет». Проблема, конечно, навала, как часто богатых людей. Он нагло это немножко сказал. Говорит, а кто такой, Давид? Ты кто такой? Ты кто такой? Вообще, откуда ты тут взялся тут? Бегаешь от Саула. Многие тут бегают, носятся. Я что должен взять? Вот у меня люди пахали, люди работали. У меня сейчас вот что-то приготовлено, что я должен им дать, им заплатить. Теперь что, их ни с чем оставить тебе заплатить, что ли? Ты какое отношение имеешь? К делу. Ну, не трогал нас, ну, спасибо, не убил нас всех, не ограбил. Что мы теперь, что ты не ограбил, должны за это платить? Ну, это мышление рэкетерское. Ну, у Давида много было всего удивительного. Вот, и вот такой вот, в принципе, вот, ну, да, грубовато сказал. Ну, когда смотришь на наших вот, олигархов, даже нашего города, как они бывают, выступают. Ну, богатые люди, к сожалению, редко следят за словами, очень могут, как-то, ну, деньги как-то из человека часто делают больше, чем он есть на самом деле. Или они начинают себя вызывающе, нагло себя вести. Ну, вот он на вал так повел. Ну, ошибся. А Давид что? Ну, как типично, эрикетир, так, 400 ребят взяли. Ну-ка, пошли вырежи там все, чтобы мочащегося к стене. Не, 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 он нас кормить не будет, ну, тогда всех, все, 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 все киоски расстреляем, все сожгем. Вот, если не будет платить. Вот, вот такая, вот, вот, вот такая ситуация. Все мы любим Давида, все мы любим Давида, и на вал лично мне не симпатичен. Не люблю людей такого типа, вот этих богатых, которые, а кто ты такой, а кто ты такой? Вот я вот, вот я вот, я вот такой вот. У меня вот. Угодья накормили, а ты кто такой? Вот. Неприятный человек, прямо скажем. Ну, Давид в эту ситуацию прямо, скажем, себя повел тоже не по-христиански. Вот. И вот, смотрите, 18 стих. 18 стих. Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смокв, и навьючила на ослов, и сказала слугам своим, вступайте впереди меня, вот я пойду за вами, а мужу своему на валу, ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу идет ей Давид и люди его. И она встретилась с ними, и Давид сказал, да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платил мне злом за добро. Все рекитеры, они же охраняют, что они еще делают-то? Они чисто охраняют, чтобы проблем у тебя не было. И вот, как бы их никто не нанимал, правда, и навал не нанимал, договора не было, что вот вы охраняете, а он палачу. Сами решили, мы охраняем тебя, ты не решаешь ничего. В пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платил мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего, из всего, что принадлежит навалу, я оставлю мочащегося к стене. Когда Авегея увидела Давида, то поспешила сойти со сла, пала пред Давидом на лицо свое, поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала, на мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на навала, ибо каково имя его таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал. Ныне, господин мой, жив Господь, жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне, да, будут, как навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему, прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо в войны Господь ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. И вот, посмотрите, Авигея, жена Навала, решила эту ситуацию с рикетерами разрулить, разрулить. И пошла, чтобы все было хорошо. Ну, потому что она была, видно, умная, женщины часто интуитивны, намного более, чем мужья. Я не понял, что тут что-то нехорошо, надо пойти, и там, может быть, будет проблема, нужно пойти на опережение. То есть она хотела разрешить ситуацию, да? Вроде бы все хорошо, и вроде бы молодец. Но проблема в том, да, вот, все она это сделала через голову Навала. Навал вообще не в курсе этой всей ситуации был. Она решила сама сделать это все, все сделать нормально, по-женски, там, все пойду, все это сделаю, да? И вот 32 стих. И сказал Давид Авигея, благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, благословен ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови, отомстила за себя, но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу, мочащиваяся к стене. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей, иди с миром в дом твой, вот я послушался голоса твоего и почтил лица твоего. И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. Сердце Навала было весело, он был очень пьян, не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он, как камень. Дней через десять поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал, благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову, и послал Давид сказать Авигеи, что он берет ее себе в жены. Видите, вот такая ситуация. В итоге, да, женщина, она стала поступать, и вроде бы все хорошо сделала, но когда начинаются какие-то решения семейные через мужа, ну, в итоге что? Ну, конечно, свою жизнь она сохранила, молодец. Но муж ее, он все равно погиб. То есть ничего хорошего, скажем так, для мужа своего она не сделает. Ну, и к тому же само такое поведение, как говорится, ну, вот он такой человек, ну, вот такой человек, как ты замуж-то за него вышла-то, за такого ужасного, да? Если он был такой ужасный, что же ты за него выходила замуж за такого ужасного? А если он был нормальный, но уже в семейной жизни стал ужасным, что ж ты такого сделала, что он в семейной жизни стал ужасным? Ведь нормальным же был, когда ты собиралась за него замуж выходить, да? И вот когда начинают эти жены, да, вот, да мой муж, Какого-то имя его? Такой и он. Навал, безумец, идиот, дурак. То есть это видно некое уничижительное отношение. И всегда жена, которая переступает через своего мужа, идет через своего мужа, в итоге это все разрушает прежде всего кого? Мужа, мужчину же разрушает. Мне, конечно, Навал не симпатичный человек. Ну давайте разобраться. Некоторые скажут, тут же написано, Господь поразил его. Господь поразил. Ну понятно, что Господь все идет по воле Божьей. И Иуда не без позволения Божьего все это совершил. Но ведь возможно, понимая, что у истории нет сослагательного наклонения, но возможно, что если бы жена, она почувствовала интуитивно, что тут какая-то опасность, и не начала что-то делать сама, одна, но она начала как-то стараться с мужем своим это решать, с мужем совещаться. Возможно, из этой истории они оба могли выпутаться нормально. Как могло? Но вот это привело к чему? Ну прямо скажем, и к смерти мужа, и к разрушению жены. Ну Давид был доволен у него, в принципе. И материальная появилась поддержка. Ну и еще очередную жену он взял. У него там не одна была. Еще жену себе очередную получил. Тут все кончилось прямо, прямо скажем, трагично, да? Трагичная история. Я еще раз говорю, я не адвокат Навала, я не сторонник таких людей. Такие люди мне не симпатичны, прямо скажем. Но объективности ради, если мы с вами посмотрим эту историю, вот к чему приходит вот такая самодеятельность. Дорогие друзья, если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. В разделе услуг «Набрать церковь. Новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим, безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 333 02 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова